Нет. Нутелла. Алло. Нет. Нет. А я еще ничего не говорил. Все в этом нет. А меня зовут тоже по экзотически. Я не буду скрывать. Кто что? Вениамин. Экзотически? То есть это не русский? Вениамин? Да. Нормальное имя? Я понимаю, друзья тебя называют Веня. Ну да. Или Веник. А тебя как друзья называют? Как меня друзья называют? Ну как бы если Аня, то в общем просто Аня. А во, мне кажется я знаю как тебя зовут. Анна. Да. Ну да. А ты знаешь какие-нибудь песни про имя Анна? Нет. Я тоже. Про меня именно я точно не знаю. Я знаю про Анастасию есть, но это же не то же самое. А вот про меня есть. Ну и вру нету. Я знаю их какая-то песня про Марину. Ну это Филипп Киркоров поет, это все знают. Ну между прочим я как бы до 19 лет по-моему не знала этой песни. А что, телевизор не включал никогда? Я никогда не интересовалась творчеством Филиппа Киркорова и Аллы Пугачева. Не, ну они же по телевизору постоянно там на всяких изанитациях ели. Я уже лет пять не смотрю телевизор. Или радио какое-нибудь включаешь и там тоже... Я радио не слушаю. Я потерянный человек. Я смотрю телевизор очень редко, когда его смотрят мои родители, когда я в них в гостях. Вот, но они тоже такую хрень не смотрят. Я даже не знаю репертуар Филиппа Киркорова. Кроме его вот этой последней песни «Цвет настроения синий». Все. А ты вообще музыку где слушаешь? В Ютубе. Но ты девочка с плеером? Я девочка с телефоном. Ну ты же по улице ходишь в наушниках, да? Ну, естественно. Блин, почему вы все стали в наушниках ходить? Ну, потому что когда ты едешь в троллейбусе, маршрутке и общественном транспорте, мне особо интересно знать, сколько стоит гречка и когда подорожает мука и сколько завтра будет стоить сахар. Вот. И где можно купить рис на 10 копеек дешевле. Ну, потому что, ну, как бы я не буду пересать через весь город, чтобы купить рис на 10 копеек дешевле. Ну, потому что, увы, извините, я как бы потрачу на это полтора часа своей жизни. Я за эти полтора часа могу сделать обуву сборка. Делал. Это правильно. Не, ну и только если я буду в том районе, да, конечно, я могу зайти, специально ехать. Ну, когда мне будет лет 70, я буду, наверное, тоже так делать. Ну, да, они заодно гуляют. То есть просто так гулять скучно, а гулять за покупками... Ну, да, то есть, понимаешь, когда бабушке ничего делать, она себе и на троллейбусе прокаталась, и на маршрутке, и в парк сходила, и на людей посмотрела, и купила. И себя показала. Ну, прям развлекуха. Ну, когда я тебя до хрена делал, то пофиг будет, что на тебя смотрят, не смотрят. Не, а то некоторые парни стесняются подходить знакомиться к девушке, у которой наушники в ушах. Чё, а что здесь такого, оно как бы... Я могу вынуть, если ко мне подходит, что спрашивать, я вынимаю, разговариваю. Ладно засовываю. Ну, просто не всегда это прослушивание наушников, иногда это прослушивание аудиокниг, или прослушивание каких-нибудь ютуб роликов, ну, каких-то полезных роликов, в плане, там, каких-то шоу, сериалов и тому подобное. А там, где не обязательно смотреть картинку, там, в принципе, главная суть. Ну да. Главный слух. Да. Да. Я тоже иногда в ютубе, там, говорящая голова, я на комменты проматываю, глаза закрываю и слушаю. Ну вот. Почему не совмещать полезное с приятным, скажу. Здесь очень полезно. На как тебе лет? Что? Мне 20, а тебе? 25. 25. 22. 22. 22. 22. Понятно. Я так тебя послышно. У меня вчера день рождения был. Вау, круто. Поздравляю с прошедшим. Спасибо. И, короче, для меня вчера самый лучший подарок был, это посмотреть выступление Вани Усовича в Питере. Ну, это стендапер. Это стендапер. Ты стендап комиков смотришь? Что? Тишина. Меня слышно? Вот теперь, да, услышно. А кто такой Ваня Усович, если я правильно услышала? Да. 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 Это стендап комик. А? Прикольно. Вот он, ну, там две недели назад было выступление его, а я только вчера обнаружил. Блин, вообще, прям, можно на цитаты его разбирать. Класс. Ага. А Джо. И про девушек поговорил, что девушкой быть намного труднее, чем парнем. я с ним согласился целиком и полностью. Ты бы хотела стать парнем? Да, возможно. Ну, чисто, чтобы показать парнем, как надо правильно себя вести с девушкой. И все. А потом обратно? Ну, типа того. Ну, потому что реально большинство парней не умеют вести себя с девушкой нормально. Ну, значит, надо просто другого парня найти и все. Да? Ну, блин, все равно нету идеального парня. Мне кажется, я была бы вот реально идеальным парнем. Ну, ну, это можно взять и снять видеоролик, который будет называться «Как парню вести себя с девушками», например. И все. Парни посмотрят и будут правильно себя вести. Ага. Нет. А я думал, ты хочешь стать парнем из-за того, что парням не надо рожать или у них нет месячных? Да. Да? Ну, у них есть какая-то другая фигня. Просто тип? Ну, не знаю. В принципе, у них ниже болевой порог, чем у девушек. Ну, это да. Парням можно не работать. Вот, понимаешь, если парень не работает и живет, ой, вернее, да, если парень не работает и живет за счет девушки, он альфонс. А если девушка не работает и живет за счет парня, так это норма. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. А девушка, она как бы такая нежная, хрупкая, милая. Правда, не все, конечно. Она должна создавать семейный уют. Ну, типа того, да. Правда, не все, конечно, милые, хрупкие. Вот. Ну, это пропустим. Вот. Еще и курят. Ну, что еще? Какие плюсы? Еще девушки много девушек курящих. Ну, это тоже есть мой. Ну, не знаю, как бы. Мне кажется, надо быть таким, как тебя создавала природа. А не тянуть всякие сигареты в рот. Типа того. Или делать биопластические операции и посудим пола. Мне кажется, девушка, которая курит, она не способна создать домашний уют. Все. Ну, девушка, которая курит, создают успешно домашний уют, там, домашние очалки и тому подобное. Мне кажется, девушки, которые курят, они грубые. Не всегда. Это такое. И девушкам тяжелее бросить курить, да? Не знаю, не пробовала. Да даже если бы пробовала, то все равно не могла бы сравнить, как это. Как бросить курить парнями, как бросить курить девушкам. Но все на самом деле зависит от желания, воли человека. От самого человека, скажем так. Ну, конечно, бывают редкие случаи, когда от человека мало чего зависит, хотя он уже чисто от тревога, я не знаю, и чисто без этого жить не может. Хотя тоже. Главное – это желание. А ты сюда часто приходишь? Нет. Когда очень-очень скучно. А где твои подруги? А где твои подруги? Вопросы. 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 Продолжение следует...